Здравствуйте, дорогие друзья! Снова мы с вами. Снова будем вкусненького готовить. Сегодня у нас будет луковый пирог заливной. Для заливного пирога нам понадобится для теста кефир, мацуни у меня, мука, яйца, сахар, соль, разрыхитель и сливочное масло топленое. А для начинки я уже, как вы знаете, заранее подготовила. Люблю заранее подготовить, чтобы время у вас немного брать. Вот здесь пуринье яйцо я варила и разделила на маленькие кубики. Лук репчатый, это буду жарить на сковороде на подсолнечном масле. Одно яйцо, немножко тертого сыра. И здесь у меня зелёный лук, самый главный ингредиент. И укроп. Приправить солью. Приступим к работе. Сначала я буду жарить лук и готовить начинку. Друзья, сейчас я буду мелко резать наш лук. Если есть, можете и лук-пари добавить. Это тоже вкусно. У меня там лук жарится. А теперь мелко порубим зелена. Сейчас я добавим. Уже все, что готовили. Яйцо, сыр. Уже жареный лук добавим. Здесь буду добавить чёрный перец молотый. Красный перец. И соль. Соль немного буду добавить. Потому что у меня там ещё сыр есть. Я буду попробовать и добавить. Если надо будет. Это по вкусу. И тоже попробуйте и добавьте. Это хорошо перемешаем. Вот такой хороший начинка получится. Я попробовала. Соль нормально. Не буду добавить. И одно сырое яйцо добавлю. Чтоб клеилось. В эту начинку вы можете добавить жареные грибы. Но лук обязательно. Зелёный лук обязательно. Потому что это называется луковый пирог. Всё, у нас начинка готова. Будем уже тесто готовить. Дорогие мои. Сейчас сначала я буду яйцо кладить. Сюда добавлю плёное масло сливочное. Не так жидкое. Но чтоб там плёное было. И буду взбивать. Вот взбивала масло с яйцом. Сейчас добавлю вот эти ингредиенты. То есть соль, сахар и разрыхитель. Кефир добавлю. Последнюю буду муку добавить. Осталось добавить муку. Но сначала я буду лопаткой перемешать. Потом миксером. Дорогие мои. У меня вот тесто готово. Начинка готова. И эта формушка тоже готова. Я постелила пергаментом. Но обязательно надо и форгу. Потому что может вот масло вытекать. И нежелательно, чтоб у вас противень сгорела. Вот сейчас половину моего теста я буду добавить сюда. И равномерно буду распределять. Друзья мои, сейчас я добавлю наш вкусный начинку. Начинка должен быть много. Потому что самый главный в этом пироге начинка. А теперь будем основное тесто добавить. И закроем нашу начинку. Вот и всё, дорогие мои. Осталось присыпать кунжутом. И поставим в духовку запекаться. Духовка надо, чтоб было 180 градусов. И оно почти 50 минут будет испекать. Но всё равно. Вы должны посмотреть, у вас духовка какая. Надо шпажкой попробовать. Если готова, тогда снимать. Ещё. Вот мука, я всё, я напишу под видео. Но мука вы смотрите. Если у вас мацун или кефир жидкий, немножко побольше уйдёт муки. Вы должны сами посмотреть, как получилось. Или мука другая. В общем, мука, вы должны посмотреть, сколько надо добавить. Как я пишу, немножко побольше или поменьше. Вот и всё. Я поставлю сейчас запекаться. Друзья мои. Вот и готово наш луковый пирог. Пахнет очень вкусно, аппетитно. Выглядит тоже аппетитно. Я подожду, пока остынет. И будем посмотреть в отрезы, как. Друзья мои. Уже наш пирог готов. Простой, вкусный пирог получился. Я уже резала кусочек. Я вам покажу, какой. Вот оно. Такое хорошее пирог получилось. Смотрите, начинка внутри видно. Хорошая. Мягкий такой, сочный. Друзья мои. По-моему, вам тоже понравится. Очень вкусный. Готовьте, ешьте. Ставьте, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. У меня очень много зрителей. Просмотров много, но подписчики не так уж много. Надо, чтобы, когда смотрите, и ставьте лайки, и подписывайтесь. Из этого у меня будет ещё много энергии. И я буду ещё очень хорошее видео снимать. Друзья мои. В комментариях пишите, вот, что вы хотели, чтобы я в следующий раз готовила и снимала. Я с удовольствием буду готовить и снимать. И передать вам. Ждите новых видео. А я жду ваших писем. Друзья мои. Вот сегодня я луковый пирог испекла. И готовила там салат. И немножко покушать. Потому что мне звонили мои хорошие... Мне звонили и мои очень хорошие подписчики сегодня пришли. Манник и Шогач. Они сказали, что хотят встретиться. А я очень рада к этому. Я готовила для них что-то покушать. Ещё мне принесли хорошие подарки. За что им очень я благодарна. Беру, померу, перехал. Вот ещё Аленчик тоже пришёл. Ему вот понравился луковый пирог. Он сам для себя режет, кушает. А теперь курочку хочет кушать. Ешь на здоровье. Дорогие мои. Вот сейчас я не буду показывать мои подарки. Когда видео буду снимать, я отдельно вам покажу. Вот сейчас уже я хочу моим гостям угостить. Жаль, что вам тоже не могу угостить. Приезжайте ко мне домой. Все армяне так. Они любят, когда у них гости. Я вас тоже буду хорошо встречать. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова